Сегодня 3 января и мы сегодня будем готовить для вас, а мы это кусочек группы Сон Менделеева, мы кавер-группа и мы в общем в честь новогодних праздников собираемся дома у нашего замечательного лидера нашей группы, лидера менеджера, гитариста, вокалиста Элю Шпаловича Учкина и мы сегодня приготовим наш фирменный салат. Название ему придумывал Паша. Салат называется Утробасиста. Мне кажется все басисты с утра готовят именно такой салат, потому что это очень простой и мне кажется любой мужик может приготовить. Рецептом этого салата с нами поделился наш любимый друг. Он у нас в городе Свободном, когда мы ездим туда на выступление, он нас принимает у себя с ночевой. Этим салатом. И он всегда готовит нам этот салат, он его готовит в таз и он обязательно съедается нами с удовольствием и целиком и утром и вечером и он прям такой очень питательный, очень классный и очень вкусный и действительно главное, что очень простой, потому что музыканты не все умеют готовить. Давайте приступим к приготовлению салата и начнем мы с варки яиц. Пока у нас варятся яйца, Кристина займется нарезкой колбасы, я открою наши огурчики. Гастролировать конечно приходится нечасто, хотелось быть чаще, но тем не менее разочек в месяц в любом случае выбираемся. Куда-нибудь до пандемии это было все дело почаще, сейчас стало пореже. Везде, где бы мы не приезжали, нам всегда рады и всегда накормят, добрыми словами обогреют и создадут все условия для комфортного выступления. Нас приглашали на день села в Рею, мы ездили, приехали туда и короче едем по селу, едем к дому культуры, где мы должны выступать и мы прям специально тормознули, потому что мы увидели его. Это был ватман на доске объявлений, настоящий ватман и под трафарет, как когда-то там в 90-е годы, под трафарет было написано типа такого-то числа во столько-то времени выступление Виа Сон Менделеева. Типа блин, мы реально смотались, это было так прикольно, ну это конечно и забавно, но так приятно, люди постарались реально сделали специально этот плакат. Пока у нас нарезаются ингредиенты салата, мы запарим нашу лапшу и самое главное, что нужно взять обязательно именно роллтон. Тщательно разминаем нашу лапшу, прям в упаковке, не открывая. Выкладываем это все. Мы существуем уже больше шести лет, да? Больше шести лет существует группа. Сон Менделеева, ну все на самом деле просто, я учитель химии и немножко биологии и поэтому, когда создавалась группа, решили такое красивое название взять, что есть легенда, который все знают, что Менделеев свою табличку увидел во сне. Поэтому так и решили назвать группу. Звучное, запоминающее название. Мы меняли составы много раз, на самом деле самым первым изменением состава стала как раз вокалистка. Меня ребята позвонили, Илья вообще позвонил и попросил им помочь, потому что у них так получилось, что вокалистки не было на ближайшее выступление. За неделю мы быстренько отработали программу и 9 сентября в одном из заведений города я уже вышла с ними работать. Они существуют с марта, да. Получилось неплохо, мы сработались и было клево. На самом деле, вот от того состава, от самого первоначального остался один Илья. Я играю на скрипке, но я играю сольно и выступление в рок-группе для меня это какой-то островок творчества, наверное. Где я могу отдохнуть душой, где я могу покуражиться или еще что-то. Отличные ребята, поэтому я с удовольствием принял их предложение. А мы правда очень рады, что лучший скрипач города Благовещенска теперь играет еще и с нами. Для основы нашего салата мы заливаем нашу лапшу кипятком. Делаем это буквально совсем немного, чтобы вода покрыла лапшу. Все оставляем, она запаривается. У нас сварились яйца, сейчас мы их почистим и порежем. Мне кажется, у нас все готово для салата. Это очень простой салат, как вы видите. У нас готова лапша, мы просто нарезали огурцы, колбасу и лук. Все, теперь просто смешиваем это, прямо так закидываем. То есть это не слоями салат, это просто обычный салат, который нужно смешать. Яйца. Яйца, да, пожалуйста. Нужно заправить приправой, прям из пачки Роллтона. То есть ничего не нужно придумывать, прям берем ее и насыпаем. Реально? Ничего себе. Это очень удобно, потому что даже не нужно думать. Вообще, это точно, это прям реально удобно. Наш самый любимый ингредиент. Новогодний. Я. Нет, песня. Вообще майонез. Для большой порции салата утробасиста необходимо покрошить в упаковке 4 пачки лапши Роллтон, высыпать 3 приправы, залить кипятком. В готовую лапшу добавить резанные и вареные яйца, корнишон и колбасу. Мелко нарезанный лук добавить соли, перец по вкусу, майонез. Перемешать и оставить в холодильнике на 20 минут. На иварские праздники мы всегда с группой собираемся и жарим шашлыки. Предварительно, конечно, всегда маринуем сами. Самое главное, что нам нужно, это хорошее мясо, перец, паприка, соль, лук и можно немножечко добавить совсем-нибудь капельку уксуса или просто минералочки. Ничего лишнего, чтобы просто было вкусно. Главное, чувствовать вкус мяса. Маринуем всегда крупными кусочками, чтобы получше все это дело пропиталось и, собственно, уже потом начинаем поднарезать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда люди подходят и просят сфотографироваться, у меня немножко ступор. Ну, окей. Но это еще ладно. Я понимаю, люди на эмоциях. Мы только что от выступали, они получили. Но когда стали приходить и говорить, мы приходим только на вас и, наконец-то, выступаете именно вы, Сон Менделеева, как классно, мы вас ждем. И прям люди стали писать в Инстаграме, когда именно вы выступаете. Мы хотим прийти именно на вас. Тогда я поняла, что где-то, да, видимо, какая-то у нас своя аудитория появилась. Выступаем еще в формате акустического дуэта вместе с Кристиной. Акустика, в принципе, это другая атмосфера, другой настрой, другое восприятие и аудитории, и аудитория тебя по-другому воспринимает. Это очень удивительно, когда даже под акустику, под какой-то такой чилл и спокойную музыку выходит народ и начинает танцевать. Мы такие, да, оказывается, даже тут, в этом формате, мы можем задать жару. Моя музыкальная семья пошла настраивать инструменты, потому что мы никак не можем оставить наших любимых телезрителей, зрителей нашего вкусного выходного без песни. Чтобы приготовить шашлык, как во сне Менделеева, вам понадобится мякоть свинины из приправ, обязательно паприка, лук, соль, перец по вкусу, можно добавить немного уксуса или минеральной воды. Жарить на раскаленных углях до 20 минут. Приятного аппетита! Вот, в принципе, стол готов, а вот и песня. От твоего вскрика, без твоего вздоха, я слишком отвыкла, я слишком свободна. Я встала спокойно, а там неба слова, а вдруг решил ты крылатым встать снова. Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. С моего пульса убери руки. С моего пульса, я уже слишком жива. С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Ура!